Всем привет! У нас опять начинается челлендж арт-рулетка. Он нам очень понравился. Его мы проводим вместе с Леной. У нас у каждой есть своя шкатулка с одинаковыми заданиями. Какие задания здесь у меня в шкатулочке, точно такие же задания есть у Лены. Я выбираю Лену, Лене задание, Лена выбирает задание мне. Так что давайте же посмотрим, какие задания выпали у Лены для меня. Наташ, привет! Пришло время выбрать тебе задание для челленджа арт-рулетка на октябрь месяц. Давай смотреть. Это всегда очень интересно и очень волнительно. Лена выбираем три штучки, три бумажечки. Сейчас еще помешаем, помешаем, помешаем. Надеюсь, все новые будут задания, потому что у нас еще не все задания выпадали. Итак, манго или аниме. Ну здорово, слушай, такого задания еще не у тебя, а у меня не было. Так, дальше, значит, что еще у нас тут? Ой, господи. Определенного автора. Так, автор это вроде как я тебе должна назвать, да? Так, 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 даже слушай, не знаю, что-то я прям этот задумалась. Ну, давай Кирби. Кирби, ты любишь раскрашивать? Давай Кирби. Любую картинку из любой раскраски Кирби. И, господи, опять цветовой квест в любом цветовом квесте. Ну, прямо тебе, знаешь, способствует удача. Как раз ты хочешь завершить один цветовой квест. Так что, вот, флаг тебе в руки. Удачи. Вперед. Ну, что, спасибо, Лен, за задание. Ну, и, конечно же. Так, раскрасить цветовом квесте я все-таки беру обычный цветовой квест, так как я его заканчиваю, как ты и говорила. В прошлом тоже в артурлетке выпало у меня тоже в любом из цветовых квестов. Как говорится, как по заказу. Здесь я выбрала иллюстрацию. Вот, получается, на 28-й странице. Здесь треугольниками. И что-то тут будет. Пораскрашиваю. Так, манго и аниме. Решила взять вот эту манго. И я давненько поглядываю на иллюстрацию вот с этими двумя парнями. Я так думаю, что это парни. Ну, и хотела давненько их раскрасить. Как раз и раскрашу. Мне нравится, как у меня потихоньку продвигается эта раскраска. Хочу продолжать в ней раскрашивать. Ну, и любимого автора «Земля мифов» решила взять. Новенькая книжка. И здесь уже многие раскрасили эту иллюстрацию. Вот, хочу попробовать раскрасить. Такого молодого человека, я так понимаю. Есть кое-какая задумка, как что раскрасить. А уж получится или нет, посмотрим. Так что, вот такие книги я выбрала для твоих заданий. Надеюсь, во всяком случае, буду стараться, чтобы справиться со всеми тремя заданиями. Ну, а мы с вами встретимся чуть позже. Я не знаю, будет ли возможность делать включение. Может быть, на камеру что-нибудь акварелью пораскрашиваем. Но если не получится, значит не получится. Посмотрим уже готовые результаты. Ещё раз всем привет. Вот и закончился челлендж, который раньше у нас назывался «Артрулетка». Но мы подумали с Леной и решили, что к этому челленджу совсем не подходит название «Артрулетка». Потому что всё-таки «Артрулетка» немножко это другое. А мы решили назвать «Сюрприз из шкатулки». Всё-таки у нас задания выбираются именно из шкатулки. Так что челлендж наш теперь называется по-новому «Сюрприз из шкатулки». Так что, так, задание у меня было в цветовом квесте в манге или аниме «Земля мифов». Ну, то есть, давайте же посмотрим, что же мне удалось раскрасить. Жаль, конечно, что не получилось сделать включение. Ну, думаю, ничего страшного. За ту работу я все выполнила. И, в общем-то, вполне я довольна результатом, как у меня что получилось. А цветовой квест здесь у меня... Я выбрала из того, что у меня было посерьёзнее, ну, что осталось. И здесь у меня вот такая вот сова, филинг. Кто это? Раскрашивала фломастерами. Более-менее, вроде бы, подобрала цвет так, как положено. И вот такая работа получилась. В общем-то, яркая и, мне кажется, неплохая. Ну, как и должна быть, во всяком случае. Так, следующее у нас в манге или аниме. Выбрала я раскраску манга. И здесь давно хотела раскрасить вот такую иллюстрацию. С парнями, с такими вот. И раскрашивала, делала на коже подложку акварельную. И потом дорабатывала всё карандашами. Такие большеглазые мальчишки получились. Немножко на буковках. И вот на этом принте сделала так вот гелевыми ручками с блёсками. Остальное всё выполнено карандашами. И прям совсем немножко есть белая гелевая ручка. Фон – это пастельный гуашерик Краузе. Давно, кстати, я не пользовалась. Ну, а одежду раскрашивала неони карандашами. Кожу полихромосами, волосы – волосы лирами. У меня прям сборная солянка разных карандашей. Ну и на украшениях. Ручка с блеском. И вообще мне эта раскраска нравится. И мне нравится, как она у меня заполняется. И я хочу её довольно часто раскрашивать и, возможно, закончить эту книгу. Так что такая у меня получилась иллюстрация. Ну и последняя в земле мифов. Здесь я выбрала вот такую иллюстрацию с таким вот парнишкой. Раскрашивала подложку полностью акварельной. И потом дорабатывала всё карандашами. Карандаши здесь брутфонер. Вот. И потом дорабатывала ещё белой гелевой ручкой, чёрным карандашом. Ну, короче говоря, с такими вот зелёными волосами парнишку сделала. И, в общем-то, я доволен, как получилось. Ну, здесь вот совсем чуть-чуть немножко протёк. Вот здесь, потому что там была гранулирующая акварель. Ну, здесь вот немножко. Ну, здесь ничего страшного. Всё тут поправимо. И я как-то в последнее время вообще не боюсь, когда, если протекает, что-то всегда можно исправить и будет нормально выглядеть. Так что вот такие вот работы у меня получились в нашем челлендже. Сюрприз из шкатулки. Надеюсь, вам хоть что-то понравилось из моих работ. Обязательно пишите в комментарии. И не забывайте проходить, посмотреть, что же раскрасила Лена и вообще, какие задания выпали для Лены. Внизу под видео будет ссылка. Всем спасибо за внимание. Обязательно пишите комментарии. И до новых встреч. Всего вам самого наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok